Иван Васильевич Грозный Он правильно понимал задачи, стоявшие перед страной. Он умел мыслить стратегически, то есть заглядывая вперед. Это был человек, который ставил задачи крупного масштаба, но решать эти задачи, как правило, он не умел. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала 19 века Исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Иван Грозный оставил Россию в развалинах. Его гениальные проекты были всего лишь проектами. Из того, о чем он говорил, осуществлено было очень мало. Ну, он родился в 1530 году. Когда ему было три года, умер его отец. Его отец Василий Третий. Он простудился на охоте, стремительно болезнь развивалась, и буквально в несколько дней Василий Третий скончался. Таким образом, остался наследник один, Иван Грозный, будущий. Тогда он дитё был. У него был ещё, правда, брат, который был глухонемым, и поэтому он ни в чём, так сказать, Юрий брат его, он ни в чём не принимал участие. Ну, и, конечно, мать Елена Глинская. Вот наступает время, когда правит Елена Глинская. Но Елена Глинская сама править самостоятельно не может. Она находит в себе помощников, находит в себе фаворитов. В конце концов, она была отравлена в 1538 году. И начинается тяжёлое для России боярское правление с 1538 по 1547 практически год. Ну, и вот, что здесь важно отметить, что Ивана Грозного никто не учил, понимаете? Ведь в то время любое знание переходило от отца к сыну. Точно так же и наука управления. Наука управления государством тоже. Царь, сидящий на троне или великий князь, он готовил себе наследника, он учил своего сына или внука. Так вот, Ивана Грозного никто не учил. Когда он оказался во главе государства в 1547 году, когда ему исполнилось 17 лет, он не знал, как это государство функционирует. Ведь государство, а тем более Россия, это очень сложный организм. Тут надо понимать соотношение сил, понимать, с какой стороны к какой проблеме подойти. И вот ему нужны были советники, помощники, которые бы ему подсказали. Ну, один был, безусловно, помощник, которому он доверял, это митрополит Макарий. Митрополит Макарий – глава русской церкви, человек необычайно образованный по тем временам. Но он мог Ивану подсказать только в области той, которую он знал, то есть в области церкви, управления и всё прочее. Но нужна была и какая-то группа советников. Не один Макарий, а несколько человек, которые бы знали бюрократическое производство, знали бы страну и так далее. И вот Иван подбирает себе таких советников. И эта группа советников в истории получила название «Избранная рада». Начиная примерно вот с 1547 и до 1560 года Иван правит при поддержке этих советников. Это не организация. «Избранная рада» – это просто группа советников. Не было нигде такого учреждения с вывеской «Избранная рада». Нет, это Алексей Адашев, это дьяк Иван Висковатый, это князь Андрей Михайлович Курбский. И вот эта «Избранная рада» начинает работать как такое неформальное правительство. И вот «Избранная рада» своей целью поставила укрепление самодержавия и ограничение привилегий крупной аристократии. То есть, в конечном счете, монархия. Монархия, которая должна укрепляться и должна быть стержнем российской государственности. Из конкретных направлений, по которым работала «Избранная рада», ну, конечно, можно вспомнить то, что означало укрепление военно-полицейской базы самодержавия. А проще говоря, создание стрелецкого войска. Создание стрелецкого войска – это одна из самых удачных реформ «Избранной рады». В 1550 году были созданы первые стрелецкие полки. В каждом полку находилось по тысяче солдат. И в Москве было 20 таких полков. То есть, это возникла вполне солидная сила. Эти стрелецкие полки подчинялись только самому государю. Они не зависели ни от каких бояр, ни от какой боярской думы. Это была личная, так сказать, стража государя, которая в военное время была на театре военных действий. И очень хорошо, кстати, себя показывала. А в мирное время они выполняли полицейские функции. То есть, охраняли порядок в городе, следили за тем, чтобы не было каких-то уголовных преступлений, мошенников и так далее. Из стратегических задач, которые Иван Грозный не только поставил, но и решил, конечно, необходимо вспомнить взятие Казани. С третьей попытки, в 1552 году, Иван Грозный сумел взять Казани. Это было действительно великое достижение. Вся страна ликовала. Там работали иностранные инженеры, готовили подрыв стен Казани. Но, во всяком случае, это был огромный успех. И за этим успехом потянулся и второй взятие Астрахани. Логически это нужно было, чтобы контролировать все течение Волги. Дальше, значит, отмена кормлений. Это привилегия крупной аристократии, кормления, когда какой-нибудь воевода мог быть в том или ином городе полным хозяином. Собирать подати, буквально налоги собирать, сколько хотел, столько собирал. И эта отмена кормлений была ударом по аристократии. Вместо вот этого воеводского управления появляется самоуправление. Земские старосты, губные старосты, выборные из местного населения. То есть вот такой парадокс нашей истории, что правитель, который со временем станет самым ужасным тираном, он, тем не менее, был сторонником развития самоуправления в народе, потому что ему это было выгодно. Потому что любой монарх ищет опоры на народ. Потому что любой монарх в борьбе с аристократией, с олигархами, как мы бы сейчас сказали, любой монарх ищет поддержки народа. Без этого ему невозможно будет преодолеть сопротивление знати. Ну и, наконец, они придумали новую налоговую систему, так называемая Большая Саха, когда люди платили налоги в зависимости от того, сколько земли у них было. Ну, во всяком случае, деятельность избранной рады была в целом успешной. Идет укрепление государства. Но постепенно начинает назревать конфликт внутри избранной рады, внутри отношения, вернее, государя с избранной радой. Дело в том, что избранная рада и Сильвестр, и Адашев, и Макарий, они привыкли к тому, что государь смотрит на них, как ребенок на взрослых. А он уже не ребенок, ему уже хотелось все делать самостоятельно. И у него была такая ситуация в 1553 году, когда он тяжело заболел. И стоял вопрос, кому присягать. У него был двоюродный брат Владимир Андреевич Старицкий. И вот часть правящей верхушки перешла на сторону Старицкого и стала говорить, что надо присягать Старицкому. А другая часть осталась верной наследнику, потому что у Ивана Грозного, умиравшего, как все думали, был наследник, сын, пеленочник, то есть младенец еще. Ну и, в общем, вот в этой ситуации избранная рада повела себя как-то несколько неопределенно. Во всяком случае, Иван Грозный считал, что они его предали, что они не стали присягать его сыну, а хотели присягнуть Владимиру Андреевичу Старицкому. Тут еще была проблема начала Ливонской войны. В 1558 году началась Ливонская война, и вот среди правящей верхушки, и в том числе среди избранной рады, были разные мнения, с кем воевать. То есть общая идея была понятна, надо воевать за выход к морю. Можно воевать за выход к Черному морю, или, по крайней мере, Казовскому, а можно воевать за выход на Балтику. И московская аристократия разделилась на две, так сказать, группировки по этому вопросу. Одни считали, что нужно идти на север, другие считали, что нужно идти на юг. Там у тех и других были свои аргументы. Но так или иначе, началась Ливонская война нападением русской армии на Дербт, то есть на Эстонию. И вот, начавшись таким образом в 1558 году, Ливонская война тянулась 25 лет, до 1583 года. Одна из самых длинных войн в истории России. И когда мы рассуждаем вообще о деятельности Ивана Грозного, то нельзя забывать, что вся его деятельность происходила на фоне войны. И постоянной борьбы на поле брани, так сказать. Деньги были нужны, верность офицеров нужна была, солдаты были нужны. И всего не хватало. С 60-го примерно года начинается период диктатуры, когда Иван правит уже самостоятельно, когда он уже ни с кем не советуется и считает, что он уже все знает. Постепенно борьба между Иваном и аристократией приобретает все более ожесточенный характер. Начинаются аресты, начинаются казни. Он считал, что аристократия препятствует его замыслам, что они готовы его предать, поэтому эту вот правящую верхушку нужно заменить. Иван Грозный решил, что настало время для радикальных действий и что нужно подорвать экономический потенциал крупной аристократии. И вот с этой целью была взята на вооружение такая, на первый взгляд, странная идея – разделить Россию на две части. Одну часть отдать в управление боярам, так называемая земщина, а другую часть Иван объявил, что он будет управлять ей сам. То есть фантастический проект разделения уже созданного государства, которое несколько десятилетий работали, созбирали, и вдруг разделить опять на две части. Но на самом деле это не безумие. В этом была своя правда. Правда состояла в том, что в опричнине он конфисковывает вотчины бояр, то есть подрывает их материальную базу. И без этой материальной базы бояре уже никто. Сколько людей пострадало от опричнины, точно никто не знает. Во всяком случае, современные историки говорят, что это порядок цифр – 3, 4, 5 тысяч человек. То есть это не десятки тысяч и не сотни тысяч. Конечно, любая жизнь человеческая ценна, это понятно, но масштабы вот примерно такие. Причем страдали от опричнины не только аристократия. Но там ведь была такая система, что при аресте или при казни какого-то из бояр уничтожали всю его свиту, всех его приближенных. Уничтожали зачастую даже все его вотчины. Это уже была странная такая, знаете, немножко патологическая склонность Ивана уничтожать все. Почему? Есть одно интересное предположение. Дело в том, что Иван Грозный был глубоко верующим человеком. И он считал себя божьим избранником. Он считал, что вот все то, что с ним происходит, все происходит по воле Божьей. И через него Господь реализует свои замыслы относительно России, свои планы наказать Россию. И поэтому он исполняет волю Божью. И все, что он делает, это исполнение Божьей воли. Поэтому всякий, кто ему противится в исполнении его планов, противится Господу. А тот, кто противится Господу, это еретик, это злодей, которого надо уничтожать. И вот таким образом его казни свирепые, они не безумные. Они просто реализация определенной религиозной мысли, которая нам сейчас кажется дикой. Но для людей того времени это было естественно. Это было естественно считать себя Божьим избранником в той ситуации, в которой он действительно выжил. Его могли несколько раз уничтожить, могли просто во время эпидемии чумы погибнуть и так далее. Так что оценивая в целом эпоху Ивана Грозного, я сказал бы так, что к концу правления Ивана Грозного страна просто опустела. Центральные районы страны опустили. Он загнал Россию, как вот ямщик загоняет усталую лошадь. Вот так же он требовал от России невозможного. И вот в центре страны наступает просто запустение. В результате того, что крестьяне либо погибли, умерли от чумы, от голода, либо были мобилизованы на Ливонскую войну, и осталось очень мало народу. Некому было платить налоги. А если некому платить налоги, то не на что содержать армию, ну и так далее. То есть вот основная в чем загадка, так сказать, Ивана Грозного в том, что задачи, которые он ставил, да, разумные, правильные, но как решить эти задачи, он не сумел найти того способа, с помощью которого он бы успешно эти задачи решил.